Как раз он, у него такая история загадочная, то есть он найден в торговом доме против Агакуровых на вайнерах, вот он здесь перед нами, и, собственно, не вполне понятно, для чего Агакуровы его заказывали, потому что, чтобы просто поставить в доме, ну, не такие высокие у нас были дома, вот, и, опять же, вот как хозяйка должна туда лезть? В то время, в принципе, рост был ниже у людей, и непонятно, да, для какой цели он был заказан и сделан, потому что, как витрина на складе, он слишком закрытый и слишком дорогой, и это, ну, до сих пор остается загадкой, то есть функциональное назначение вот этого огромного красивого буфета. Конечно, как только я его увидела, тут уже родилась мысль его написать, вот, ну, а после того, как написала, стало понятно, что нужно дарить музею эту картину, чтобы два буфета воссоединились, и, опять же, исполнилась мечта моя, как у каждого художника, это висеть в музее. Так, значит, что хочется сказать? Ну, то есть, если мы посмотрим, вокруг есть картины с домами, да, с бараками. То есть, как бы, в основном, это все реально существующие бараки, которые даже не снесли до сих пор, в которых живут люди. Вот, например, барак с сосульками, это, он расположен в Екатеринбурге по улице Авангардная 7. Авангардная, да, то есть, какая он, какая просто шутка такая историческая. То есть, вот этот барак на улице Авангардная. Вот, причем, чем интересны для меня эти бараки? Своей историей и многослойностью. Потому что, вот, если вы на них посмотрите взглядом художника, вы увидите, насколько они разнообразны. Насколько у них разные окна, разные балкончики. И такое ощущение, что, вот, каждое поколение, жившее в этом доме, привносило что-то свое. Кто-то, например, убирал балкончик, кто-то забивал окна, кто-то, наоборот, менял и вставлял новые окна. И, то есть, вот, глубина живописность и загадочность вот этих бараков, она очень меня притягивает, с одной стороны. С другой стороны, когда я нахожусь возле них рядом, это весьма некомфортно. Потому что там, вокруг, например, шприцы, баночки боярышника, вот эти сосульки, они висят прямо над проходом, над узким проходом, где ходят люди. И, вот, задумываясь, что для меня, для художника, это красиво, интересно. И, в принципе, у нас есть, ну, мы защищаем памятники исторические, да, историю. Но, вот, людям, которые в них живут, ну, им не позавидуешь, собственно говоря. А, значит, картина называется «Улоб». То есть, на ней коловорот, рыбацкий ящик и рыба. Значит, чем мне эта тема близка и интересна? Все свое детство, зимними вечерами выходного дня, мы с мамой чистили рыбу, которую ловил папа. Значит, мы ее чистили, мы раздавали ее друзьям, мы ее ели. Потом, до некоторого времени, я не хотела есть рыбу. Вот, и несколько настороженно отнеслась, когда мой муж тоже увлекся длинной рыбалкой. Но, благо, он раздает рыбу где-то на водоеме и не донося ее до дома. И что, собственно, меня скорее радует. И вот возникло такое желание найти именно вот этот старый коловорот, старый рыбацкий ящик. Потому что сейчас несколько другое уже, снаряжение рыбацкое, оно такое повеселение. И, в общем, вот с этим добром я приехала, значит, самую, все это оставила. Ну, и, собственно, вот так вывелась эта картина. Значит, ты... Ну, первая подмолевка, первая подмолевка, да? Швейная машинка. То есть картина называется «Модный приговор». Швейная машинка, ее еще покупала моя прабабушка. Собственно, на ней я шила, там, к урокам труда первое, что там, фартов, юбка, да, у нас были. И вот она все еще рабочая. То есть, да, теперь у нас есть и у меня, и у мамы новые, там, красивые швейные машинки, жена мои и прочее. Но вот эта, она работает и работает. И, в принципе, если она сохранится, наверное, еще и она при моих внуках будет работать, и с носа ее нет. Ну, и, конечно, как для художника это, мне кажется, очень живописно, очень красиво. Такие формы, контрасты. Так, потом хочется рассказать про лампу «Лестучая мышь». Значит, эти лампы часто использовались во времена Великой Отечественной войны. И вот именно из тех времен тоже она дошла до меня. То есть она принадлежала, тоже, значит, про бабушке, про дедушке. Эта лампа тоже есть, хотя уже не зажигается. Так, 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 так. Ну, гранаты, гранаты. Граната вообще это прекрасная, собственно, натура для художника. То есть это символ плодородия, силы, жизненной энергии. Ну, то есть это просто, вот, не знаешь, что написать. Можно всегда взять гранат, положить его, и пойдет, как бы, процесс вдохновения. И гранат сам подскажет, как его писать. Картина с банками называется «Иггустация». Ну, что тут сказать. Все мы это любим. Любим, наверное, любим готовить. Больше любим пробовать. Детский разговор. Вот это вот, ну, интересно, очень мне нравятся старые кружки. Прям вот пирамидки, неваляшки. Они, конечно, и сейчас есть уже у наших детей. Такие более новые, китайские. Но именно радуют глаз деревянные, старые. Ну, и вот здесь у меня, как видите, есть и неваляшка, и пирамидка, и машинка. Так, ботинки. Ладно, про ботинки помолчу. Скажу про кеды. Кеды. Значит, вот обувь, спортивная обувь, да, вот, кроссовки, кеды для девушек, женщин, ну, вот, по моему ощущению, это символ какой-то внутренней свободы. То есть, вот, вообще, многие из вас могут себе позволить надеть подобную обувь, ну, вот, не в спортзал. То есть, пойти там на работу, да, или куда-то. Вот, ну, и, на мой взгляд, вот эта обувь, она дает абсолютно такое ощущение свободы от условностей, свободы от каких-то навязанных ценностей. Вот. Ну, и, в общем, я каблуки не очень люблю, и поэтому вот тукеты для меня это символ свободы. И, в заключении, хочу сказать про боксерские жарчатки. То есть, они набиты конским волосом, что является, наоборот, источником и символом мужской силы. И, в общем, это першатки непростые, надо к ним подойти, дотянуться, потелить, ну, и запастись мужской силой. Вот, спасибо. Если есть вопросы, с радостью отвечу.